добрейшее алтайское утро друзья впереди у нас куча работы сегодня хочу сделать эту стену и может быть вон тут зацепить эту подумал наверное уже канал немножко перенасытил видосами про отделку фасадов но тем не менее вы понимаете же да что этот дом не нужно зашить и зашивать еще ну добрую долю 200 квадратов как минимум есть одна мысль давайте сделаем так если этот видос наберет 5000 лайков то я отложу все дела по фасаду и сделаю теплые полы и зальем их бетоном потому что нам в этом году кровь из носа нужно въехать в этот дом так ладно я пошел чистить зубы завтракать и начинаем работы кто-то на канале сегодня возможно первый раз и поэтому я буду рассказывать все этапы создания правильного фасада поочередно первое что нам нужно сделать это перемешать хотя бы три-четыре пачки между собой для того чтобы у нас не формировались пестрые пятна на нашей стене сегодня я должен буду пройти порядка восьми погонных метров соответственно с 8 гантов я отрезаю кирпичики для первого стартового слоя делаю это по основанием радиусов прям аккуратно к ним и подкладываю и у меня будет ровный рез но теперь задача крайне простая должен стартовый гонт пристрелять на подготовленный отлив отливы мы делали с вами в прошлом видео мне уже не терпится сделать презентабельно хотя бы одну сторону дома и для этого осталось лишь зашить стены и обыграть мой высокий цоколь когда готовился к работе над фасадом было волнение что работа будет для меня в тягость так как я просто ненавижу конвейерный труд но почему-то колотить хауберг мне очень зашло приезжаю на стройку и с энтузиазмом лезу на леса в самом начале всерьез думал о пневмопистолете и специальных уголках для установки гонтов но сегодня просто вывел формулу успеха и придерживаюсь ее смысл в том чтобы работу по монтажу лучше всего производить в определенное время идеальные условия для этого температура от 20 до 25 градусов и тенек тогда гонт просто приклеивается к полоскам и вы без труда фиксируйте его на гвозди есть еще куча нюансов о которых я расскажу сегодня в процессе работы я обещал делиться с вами впечатлениями и первое что хочу сказать на длинных рядах очень тяжело вести горизонталь поэтому мой совет натягивайте шнурку либо устанавливайте лазерный уровень хотя бы пока вы это можете в дальнейшем в любом случае нужна будет шнурка сейчас мы подойдем к окну и я расскажу вам еще несколько быстрых лайфхаков как пройти оконный проем и получить ровную рядность не шагнув никуда влево вправо потому что такие ошибки я уже совершал но теперь я знаю как это обойти быстро и с минимальными потерями в этом видео я очень хотел поделиться с вами сметой и ценами на материалы сколько было потрачено и что нужно вообще приобрести для такой работы но когда готовил этот выпуск озадачился с декабря прошлого года многие позиции выросли на триста процентов и мой прайс просто будет отражать картину не полностью друзья как бы вы посоветовали что лучше сделать просто рассказать о тех ценах или актуализировать прайс и выложить его в конце всех работ как вариант я могу сделать ролик сравнение то есть вчера и сегодня и вы увидите как подорожала стройка на примере моего фасада ну и какой-нибудь сравнительной таблицы в общем пишите а в следующем выпуске я сделаю интересный обзор друзья в комментариях вы часто спрашиваете а не проще ли взять гонт завернуть его на углу и не придется никакие уголки лепить и органика будет намного красивее потому что разрывов не будет но вы забываете об одном главном факторе это линейное расширение у сп помните когда я крепил у сп я делал специально компенсационные разрывы для того чтобы при увеличении уменьшение фасаду было комфортно так вот именно этот нюанс не позволяет нам делать вот такие моменты и второе гонт может прийтись и на самый краешек и завернуть его на 90 градусов просто не получится потому что он тогда будет как раз топорщится как чешуя о чем мы с вами не раз говорили в комментариях в общем друзья не придумывать никакой велосипед делайте внешний внутренний угол как советует компания техна николь и и будет правильно работа с материалом одно удовольствие режется прелесть и самое главное что волноваться в том что он такой жиденький нет никакой причины потому что если вы заглянете сейчас торец вы увидите что каждый слой трижды дублирует друг друга то есть если я сейчас хотел бы пробраться в этом месте до осп мне надо было бы преодолеть три слоя хауберга насколько важно правильно соблюдать технологию и мне сказали в прошлом видосе что я поступил неправильно и к этому я вас подвожу чтобы показать правду я переворачивал гонты первые стартовые гонты вот таким путем ну мне казалось что будет лучше если белая полоса будет находиться в нижней части и быть незаметной и так далее но кирпичики могли ровно не подклеится после выхода этого видоса мне позвонил артем эксперт который был у нас гостях помните да мы так подружились прямо сказал что все таки соблюдай технологию и укладывай гонт именно вот таким путем поэтому друзья в прошлом видео я нарушил технологию знаете об этом крепить нужно вот так и вот собственно некоторый промежуточный этап о котором мне хочется вам кое-что рассказать первый момент это то что важно соблюдать рядность то есть чтобы у нас швы сходились друг с другом ровненько хотя уголок закроет даже небольшая погрешность будет не видно но тем не менее в идеале следите за этим второй момент которому тоже я уделил свое внимание и даже мне пришлось немножко переделать 3 кот подглядывает на что мне пришлось еще уделить внимание и даже немножко вон там переделать в начале потому что я там пошел неправильно если у нас идет большой кирпич то логично что здесь выходит пол кирпича верно это смотрится намного качественнее если бы у вас было расход большого большого маленького маленького большого большого смотрелось бы это не так эстетично и вон там я пошел именно вот таким путем неправильным и мне пришлось несколько гантов разобрать и сделать это ровно так теперь я хочу вам показать ровность рядов я думаю что вы сейчас это видите на картинке пока я работаю с лазерным уровнем мне удается соблюдать рядность то чем выше будут подниматься леса тем больше будет колыхаться лазер и сложнее будет ловить саму линию поэтому как я уже говорил лучше использовать здесь шнурку и теперь самый важный момент о котором мне сегодня хотелось вам рассказать это как мне сделать ту сторону казалось бы просто гони гони дальше но будет слышите нет ветер ветер поднимается хорошо слышно не дует по хорошему по хорошему есть два пути обхода окна про дверь будет другая история про окно чуть проще на каждом гонте есть специальные насечки сверху так вот от этих насечек по уровню лазерному проводим вертикальную вверх линию и уже потом благодаря этой линии каждый гон через один будет насечками совпадать именно с этой линией и проблем у вас не будет никаких свести ряды ровно эту линию можно провести как сразу после того как вы вошли в зону окна так и можно провести потом по верху уже так будет более точнее то есть когда вы уже прошли эти ряды здесь и опустили линию вниз если честно если вы делали это качественно и аккуратно то у вас и эта линия снизу изначальная и та которая уже после прогона окна она должна совпасть еще раз хочу акцентировать внимание на реакции своей семьи своих детей на то насколько это прикольный классно смотрится сейчас они уезжали в магазин возвращаясь я уже нарастил несколько рядов и дочка прям пап как это классно как здорово не требует рекламы реально круто если говорить о аналогах что можно было сделать кирпич это вышло бы дешевле в комментариях очень много в этом писали вот прямо сейчас без всяких наворотов прямо сейчас расскажу ленинск кузнецкий кирпич с хорошей расшивкой видите там расшивка хорошо заглубленная никуда в пас ничего не попадает и вот у меня вот этот кирпич скоро начнет открашиваться откалываться вот кирпич лопнул просто взял и лопнул с хорошей расшивкой тут какие-то трещины пошли то есть вот трещина понимаете это все будущее отслоение я согласен что вот в этих местах у меня по отливам текло и вот эти отколы они могли быть вследствие того что вот здесь вот все коряво и косячно я не переделал но каким образом тогда вот эти раскрашивания идут в центре колонны тогда это уже вопрос это просто страшно и он дальше идет я уже думаю что здесь просто заштукатурить ну больше вариантов я уже не знаю это кирпич прошло семь лет это к слову о том что там зачем вот такие материалы и прочее я в кирпиче разочаровался скорее всего мне просто такая партия попалась эта штука меня устраивает полностью красиво ровненько быстро и самое что главное я не напрягаю сейчас стену лишним весом понимаете представьте сейчас 320 квадратов кирпича квадрате 55 штук 320 умножаем на 55 и умножаем на вес кирпича в три килограмма вот вам сумма которая была бы нагрузкой на наш дом у меня сейчас хауберга будет висеть пять с половиной тонн на этом доме не говорили ой какой большой вес а представитель кирпич вот эти консоли вы просто вспотели бы его держать ну ладно не об этом эту тему муж давно раскрыли это просто что у меня вспомнилось вот так будут выглядеть фирменные отливы это такая затравочка вам ну эту работу и в любом случае буду делать просто сейчас вопрос отоплением мы занимаемся в ближайшее время или продолжаем работы по хауберга но честно говоря я считаю что иногда нужно чередовать чтобы отдавать организму отдохнуть но вы напишите в комментариях как вы считаете добить уже дом до конца или немножко оторваться и позаниматься отоплением так ладно я продолжаю смотрите поехали к сотому приколоченному квадратному метру уже наступает некоторый опыт у меня это проявилось в том что я перестал бегать от стола раскроя и норовился кроить гон прямо на стене как я уже говорил все обрезки идут в дело поэтому советую ничего не выбрасывать до окончания всех работ периодически то и дело я лазером проверяю горизонт чтобы ряд у меня не завалился и так момент истины схождение двух сторон окна в один сплошной ряд и как видно на видео у нас все получилось отлично но это все благодаря вспомогательным линиям о которых я столько вам уже рассказывал как обычно промежуточный результат я должен вам показать даже тот хауберг который мы приклеиваем холодный который не подклеен на эти липкие панельки он потом спекается также монолитно после попадания на него солнца поэтому нет никакой принципиальной важности что сейчас он должен быть нагретой работать холодным намного приятнее он держит форму лучше потом подклеивается я даже сам себя завидую потому что реально получается ровно но сейчас под плафонами я все-таки протяну длинную шнурку и какими-то периодами буду равнять все ряды как ни крути а ряды сбиваются от этого очень сложно уйти когда я поставлю сюда уголки станет еще прикольней и друзья чтобы вам для затравочки было интересно сейчас я вам покажу кадроскоптера я понимаю что восприятие всего нового на этой стройке у хозяина и зрителя канала совершенно разные и порой многие не понимают почему я приколотив две-три новых панелей хожу и радуюсь как ребенок но думаю эти кадры поставить все на свои места ведь разница между съемками всего четыре месяца и для того чтобы более не возвращаться к такому виду моя задача сделать фасад правильно и ровно но в этом мне очень помогает причалка которую опускаю каждый пятый ряд она особенно выручает на больших проемах клочки хауберга оставшиеся от пиленных гонтов отлично начинают или завершают ряд на стене на днях в гости заезжал мой папа я его спросил ну как тебе хаубер похоже на кирпичную кладку не горит не похоже такую ровную кладку кирпича я еще не видел помните вам рассказывал тот момент что есть вариант вокруг окна протянуть с одной стороны потом пройтись поверху и опуститься вниз в условиях когда мы строим леса это сделать невозможно поэтому здесь я сделаю с левой стороны с правой стороны поднимусь двумя сторонами а там я надеюсь мы сойдемся пока тенек позволяет самое время уголок еще поставим будет вообще просто бомба добавляю оставшиеся гонты формирую примыкание и сейчас я вам покажу как все это выглядит в итоге но пока я добиваю хауберг на эркере прошу вас написать в комментарии чем не стоит заняться в следующей серии на выбор такие позиции как оформление цоколя или же начнем крутить контуры теплого пола друзья вы знаете что я всегда прислушиваюсь к вашим комментариям поэтому пишите да тепло сегодня когда в комментариях один из зрителей на тему о том что можно работать наверху и одному написал мне посмотрим когда ты дойдешь до самого верха как ты заговоришь про работу в одиночку так вот я наверху и я работаю один я даже спорить не буду что работать с кем-то намного удобнее это даже прям не оспаривается единственный минус это все-таки это все-таки жара жара конечно она на хауберг влияет очень негативно зато есть один большой плюс друзья за то что гонты на жаре сразу приклеиваются максимально крепко сразу же фиксанем угловой страшно конечно жутко так я гонты накрывают тряпкой это хоть как-то спасает их от жары я думаю что это полезно хотя в идеале если бы вам все-таки их подавали откуда-нибудь из холодка когда они хорошо форму держат и много плюсов других за неимением лучшего хотя вот так вот подклеили наживуливая всегда с центра так удобнее если все уже проверенное везде все подходит то с центра наживу ли самое то специально поднял с собой наверх шнурку сейчас горизонт пробью буду знать точный уровень мне так будет удобнее потому что скоро уже над окном сводится деки деки сидеть малыш сидеть здесь сидеть вот молодец 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 мечтали мы хорошей погоде чтоб собака у нас на улице целыми днями бегала а у нас вот как то так как то вот так вот погоды витрина и холод еще и дождь вот она тебе надо я надеюсь там видно как с крыши течет просто сзади тебя 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 капает братцы я хочу сделать официальное заявление на улице тайфун ну собственно то о чем я наш алтай и просил я говорю очень неудобно работать в жару на тебе denis все наши мечты исполняются будьте уверены особенно искренне прошлой серии мы познакомили вас с нашим другом смотрите как он любит свою хозяйку все перестал кусать сразу начал целовать нет кусает пытается укусить так типа можно я тебя поцелую можно немножко поцелую ты наш микропух микропух чего все официально тебе в той серии дали прозвище джек теперь ты у нас blackjack да официально класс black и черный джек красавчик скоро будешь не шуруповерта таскать собственно почему я сейчас слез с лесов очень удобно заходить через окно кстати потому что у меня просто упал молоток он очень эпично летел если вы увидели кадры пролетел два оконных проема и ни одно окно не выставил похоже погода возвращается завтра на солнышко будет завтра мы перейдем на другую стену класс ой подклеиваться хауберг начал отлично заниматься отделкой задней части фасада я пока не готов просто по финансовым соображениям лист осп сегодня уже бьет рекорды цены я если честно нахожусь в некотором замешательстве потому как моя мечта въехать в эту зиму в дом сейчас находится уже под вопросом но и в любом случае хочу поблагодарить вас за лайки и репосты они очень помогают нам двигаться вперед проделал просто гигантскую работу сам немножко в шоке потому что кукушку уже думал все оставлю на следующий день на какой-нибудь и сегодня все-таки ей занялся вот так получилось друзья я бы честно коптер вон завел сейчас уже все уже уже просто сил не хватает сегодня разобрали леса потому что у меня их взяли пока обратно хозяева скоро мне их назад вернут это примерно неделя-две поэтому сам бог велел заняться у нас цоколем в ближайшее время я его обошью расскажу вам полностью свою идею инновации которые я придумал для того чтобы его пройти хорошо есть ряд проблем о которых я тоже хочу вам рассказать и они вот они не зашита но для того чтобы это зашивать нужно что-то решить с колоннами колонны и делал не совсем правильно и есть тоже определенные работы над ними поэтому вот начну наверное с колонн когда мне вернут леса я вам обещал целый выпуск про цены они поднялись но вы это видели в это слышали вы уже это сами знаете чтобы понимали примерно как все полы произошло на уэсп на весь дом мне надо было 98 тысяч а теперь чтобы мне до закрыть только вот эту оставшуюся часть мне нужно столько же я просто в шоке конечно у меня таких средств нет поэтому наверное работы мы ненадолго вот эти приостановим и займемся отоплением потому что должны подъехать трубы которые еще зимы заказал вы помните когда строишь свой дом такая идет взаимосвязь разных процессов что что-то кончается что-то приезжает в этом даже есть большой плюс потому что организм не успевает устать от одного процесса работы переключаясь на другой поэтому хорошо ну а пока я вам это все рассказываю уходя мимо своего дома вы можете посмотреть что мы уже сделали и как он сейчас выглядит хотя вы наверное в процессе самого фильма уже коптер видели несколько раз заменил прожектор левый он тот был большой помните некрасиво его поменял мы вернулись туда откуда начали из сложности осталось только небольшое одно действие это вот эта зона здесь будет классно так идти по кирпичикам то есть показывать эффект такой толстой стены мощной да и вот как это заколотить я пока не знаю то есть нужно как-то леса строить на металлочерепицу чтобы я мог туда заворачивать за поворот и вторая проблема еще которая выплыла мне нужно сейчас поставить водосточку но с подъемом в цен в 300 процентов на металл сегодня этого досточка на одну линию только дома сейчас будет выходить в 5-6 тысяч рублей и я подумал что наверное пока финансово не готов тратить такие средства тем более что можно и с этими поворотиками покажите вот эта система до самого низа она очень дорогая сегодня стала из-за этих 300 процентов накрутки на металл поэтому будем ждать когда цены встанут может быть они начнут опускаться хотя как показывает практика в нашей стране никогда ничего не опускалась только поднималась ну что не придумаем в общем следующей серии мы начнем отшивать консоль у меня остались там 7 листов osp я их погоню вот на это мероприятие и расскажу вам ну а инновациях которые я придумал с кем я сколлаборировался познакомился кто мне помог подсказал и как мы это реализовали все давайте до скорых встреч до следующей недели увидимся пока 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 Продолжение следует... Поехали... Поехали Поехали